В лучах победы легендарный штурмовик Ил-2 на проспекте Кирова. Самара впервые присоединилась к всероссийской акции в память о параде победителей 24 июня 1945 года. Вспомнить о торжественных, одновременно страшных и радостных событиях пришли жители и гости города – глава Самары Елена Лапушкина. В 1945 году по Красной площади прошли около 30 тысяч человек – победителей, в том числе почти 200 жителей Куйбышева. Их имена и личности продолжают устанавливать. А после парада небо над Москвой озарили праздничные световые кольца. И в память об этом событии уже с 20-го года проводится такая акция в других городах – в городах героев, в городах трудовой доблести, в городах воинской доблести. То, что Самара стала городом трудовой доблести, конечно, для нас гордость и знаковые, заслуженные события. Пришли на акцию и родственники тех, кто принимал участие в параде 45-го года, в том числе семья полного кавалера Ордена Славы Александра Михайловича Шулайкина. И наши внуки, и наши правнуки, уже и наши потом правнуки должны помнить об этом, потому что война – это очень страшно. В акции «Лучи Победы» приняли участие ветераны и молодежные организации, а также присоединились промышленные предприятия, в том числе и те, которые в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Куйбышев и ковали победу в тылу. Например, создавали легендарные штурмовики Ил-2. Не случайно, что это произошло на площади имени Сергея Владимировича Ильюшина. Здесь стоит наш символ вклада в победу легендарный штурмовик Ил-2, который делался нашей промышленной безземянке, как уже сказано, сделанной более 32 тысяч единиц. Они овладели Рокстагом и водрузили знамя Победы над Берлином. Масштабная акция прошла и на площади Славы. Самарцы не только увидели лучи Победы, но и услышали трансляцию того парада, который проходил в Москве 77 лет назад. Сейчас мы приблизительно воссоздаем ту торжественную атмосферу, игрой света в ночном небе и прекрасной торжественной музыки. По пуре известных советских песен и победных маршей исполнил Самарский военный оркестр. Музыку играем практически ту же самую, которая исполнялась на параде 45-го года. В основу вошли произведения Семена Александровича Чернецкого, генерала-майора, который дирижировал этим парадом. Кстати, он в 41-м году на площади Куйбышева тоже дирижировал парадом, провожая войска на фронт. Я искренне радуюсь тому, что Самара присоединилась к этой акции, потому что мы вместе, мы сила, и мы обязательно сохраним память о тех годах, которые принесли много боли и страдания, а затем подарили мирное небо нам и нашим детям. Мне очень приятно, что Самара так взросла мероприятиями, и то, что сегодня я увидела, у меня не было почти 7 лет в Самаре, и то, что я сегодня увидела, я рада. Я рада и гордая за Самару. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Ольга Волкова и Василий Колдашов. События.